Более суровые места, например, на Кайлас, там 5000 метров над уровнем моря или еще куда-то. А тут, в общем-то, вполне комфортное для жизни место, тепло, океан, и вместе с тем там есть некая благость. И я слышал один из эпитетов для острова Бали, остров богов, и я понял, почему он так называется, потому что меня поразило. Там практически в каждом дворе, в каждом доме есть свой маленький храмчик, где люди постоянно поддерживают связь с божествами. Причем это не носит характер какого-то религиозного экстремизма. Там, что меня еще тоже очень приятно удивило, там очень мирно сосуществует много различных религиозных направлений. Индуизм, буддизм, мусульманство. И там, допустим, мусульманский священник может посоветовать какому-то своему прихожанину обратиться к индуизму. Вот это мне очень понравилось. То есть, там вот некая такая действительно очень позитивная форма связи с богами, вот с высшим миром, она пронизывает просто все. Люди очень доброжелательны. И вот такая вот позиция именно людей на острове, она создает очень позитивную атмосферу, что я, в общем-то, сразу почувствовал. И плюс к тому, само место, как природная вот именно зона, тоже довольно интересная. Так что меня этот остров в целом приятно удивил. Я не ожидал там встретить чего-то такого особо сильного, но, тем не менее, я встретил нечто новое. И там, в общем-то, очень высокая плотность населения, много людей на небольшой площади. Что меня еще поразило, что Индонезия, это островное государство, где Бали находится, оказывается четвертое по численности населения страна в мире. После Китая, Индии и Америки. Серьезно? То есть, там очень... Да, это тоже был интересный факт для меня. И там действительно очень много людей. Ну, народу там действительно много. Я был позапрошлым году там. Я, так сказать, объездил, ну, не знаю, большую, может быть, часть острова. Был в разных местах. Вообще-то, я жил в Сануре. Это более-менее тихое место. Там просто океан. Но я бывал как раз в том месте, где у тебя был ретрит в Убуде. Но как раз-таки Убуд, это немножко в стороне от таких туристических маршрутов, где люди, в общем-то, отдыхают, тусуются и так далее. Ну, многие туда приезжают с разных стран мира. Очень любят, конечно, россияне туда приезжать. Кута, допустим, там есть такое местечко, где, конечно, тусуются. В основном еще другие места. Но вот Бали считается, в принципе, даже, ну, может быть, и какой-то чакрой земли. Хотя, в общем-то, не относятся с моей точки зрения. Но кто-то называет это именно то, что там очень какая-то энергетическая такая серьезная энергия. Ну, и есть, действительно, некоторые называют город богов. И вот в океане там даже найдены какие-то очень-очень серьезные, скажем, такие города затопленные, которые когда-то были. И очень много индусов там находятся. И очень много, действительно, храмов. Просто один на одном стоит. Но, правда, такие храмы, они не для всех посещаемы. То есть, как туристские, туда можно зайти. Но некоторые храмы, они закрытые. Туда можно зайти только, скажем, парами, насколько я, в общем-то, помню. Ну, будет, конечно, интересно. Ну, давай немножечко о самом ретрите. О чем шла речь и что вы там практиковали. Ну, основная тема в данном случае у меня, она главная, это практика медитации, соединение с Высшим Я. Ну, плюс такое общение на темы, в целом, связанные с жизнью. Плюс, вот, я считаю, удачно, очень совпало то, что мы работали вместе с очень интересным мастером, уникальным Дмитрием Лапшиновым, который достиг настолько высокого уровня, что у него пропала потребность физической пищи. И вот совместная работа с ним тоже для меня много интересных, неких новых ощущений дала, которые я пока, можно сказать, усваиваю. То есть, у Дмитрия была своя программа, его курс с Варга. И, собственно, через него, через сайт Дмитрия, через то, что он говорит, я некоторые методы для своей практики тоже почерпнул. Вот, то есть, иными словами, гармоничное развитие тела, сознания и духа. Вот, плюс, довольно много было экскурсий. Мы ездили по местам силы, вот, в том числе на вулкан местный, Батур. Да. Я впервые побывал на действующем вулкане, вот, то есть, там кратер, и вот, там местами жар идет, там, из глубин земли. Довольно интересное место, вот, есть некая сила там, я прямо почувствовал. Так что, я не считаю, что не зря я туда съездил, место мне очень понравилось. Кута я тоже там был, я впервые увидел Акиван, вот, такой, с большими волнами, тоже произвело на меня впечатление, так что. Понятно. Вот, то есть, в общем, медитировали, наслаждались процессом, вот, и это принесло мне некий новый опыт, новый взгляд в том числе. Сергей, как твое мнение по поводу пранаедения? Это потребность уже человека, это дань, может быть, моде, или, с другой стороны, это необходимое условие для того, чтобы, ну, если мы питаемся энергией, самой высшей энергией, то, по всей вероятности, мы получаем гораздо более серьезные реализации того, чего мы хотим добиться? Я полагаю так, что праническое питание – это одна из возможностей, которые в человеке заложены, и я не исключаю такого варианта, что, ну, в отдаленной исторической перспективе эта возможность будет доступна, если не всем, то, может быть, даже большинству. Вот, но питание вообще такая тема очень, такая опасная в том числе, потому что затрагивает жизненно важные наши функции, так же, как и дыхание, вот, пранаямы различные, они хороши и в том числе опасны, как любой эффективный метод, ну, даже, вот, я не знаю, швабра может быть опасна, потому что она реальна, можно об нее удариться. Вот, что уж говорить о всяких таких методах, когда человек осознанно начинает менять свое питание, дыхание, вот, некие жизненно важные функции. Вот, и тут все очень индивидуально, и здесь, ну, может быть, не каждому сейчас вот немедленно, срочно надо там стремиться к проноедению, но, по крайней мере, к питанию стоит относиться осознанно, поскольку человек, он ест часто вовсе не для того, чтобы утолить реальные потребности организма, а для того, чтобы получить какие-то острые ощущения для психики, да, то есть, отсюда, вот, пристрастие к алкоголю, там еще каким-то веществам, которые особо полезными не являются для организма, но для психики они дают какие-то ощущения, и, по крайней мере, относиться осознанно и отделять свои психические привязанности от реальных потребностей тела, это всем стоит сделать, это однозначно. Другое дело, что у каждого пойдет что-то свое, но я полагаю, например, без мяса жить вполне можно, по крайней мере, если не в тундре, да, где кроме мяса там есть нечего, а современная вот эти вот, цивилизация современная, она предлагает достаточно широкий ассортимент всяких продуктов, без мяса, в принципе, можно обойтись. Я думаю, по мере роста населения, возможно, отказ от некоторых продуктов станет просто вопросом выживания, потому что, например, чтобы вырастить килограмм мяса, там, нужно, я не знаю, гектар леса вырубить, условно говоря, я, конечно, ну, не знаю точных цифр, но вот эта вот пирамида, да, на вершине которой кусок мяса, который человек съедает, да, в основании своем очень широко и потребляет много разных ресурсов. И чтобы выращивать стада там каких-то животных на мясо, вырубаются леса, в том числе жизненно важные для планеты в целом, это меняет климат, и в итоге, как бы, когда много людей этим занимается, то практически это близко к самоуничтожению. Я думаю, это проблема питания, она перед человечеством может уже в обозримой перспективе встать, так сказать, в полный рост. И такие примеры, как, например, Дмитрий Лапшинов, Джус Мухин, Виктор Трувиано, я знаю еще, Зинаида Баранова, ну, много таких людей. Я слышал версию, что их вообще тысячи сейчас, людей, которые, в общем-то, уже вообще пищу не употребляют, не то, что мясо не едят. Сам я, кстати, когда начал заниматься магическими практиками, вот именно связи с высшим я, дыхательными, по пути эти соединения с высшим я, как это стало главной целью, мое питание тоже изменилось, сейчас я чисто на фруктах, то есть сыроед, и к тому же еще и отпадают от меня такие более тяжелые вещи, типа орехов и семян каких-то, чисто овощи, фрукты, в которых много жидкости и глюкозы, и при этом я прекрасно себя чувствую, даже лучше, чем раньше, а худым я был всегда. И, соответственно, вот общение с такими людьми, оно многое показывает, и само их существование, оно демонстрирует, что, да, возможности человека безграничны. Это вдохновляет. Ну, хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!